Всем огромный привет из Ялты, из Крыма и добро пожаловать в мой блог. Доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения, что там море у нас. А море сегодня вот такого цвета. Голубое, светлое. Тут собираемся завтракать, делаем бутерброды с маслом, с паштетом, с кабачком. Настю послали в магазин, не знаю, купит-не купит там сыра. Тут так. Есть привоз, есть продукт. Нет привоза, нет продукта. Вчера чуть мало сыр купила. А вот, а сыр вкусный. Так, что у нас тут? Вам тут у нас на хозяйстве тесто заранее решила сделать, да? Мы утром, похоже. Они-то уже с Настей с утреца сходили на пляж. Я вам с ним покажу. Уже искупались. Так, тут каша, тут чайник уже. Не свистит, только парит уже в последнее время. И тут уже борщ на обед. В общем, все готово. Отсварился. Так что сейчас будем кашу раскладывать, кофе наливать и бутерброд делать. Вот. Ну что? Удачненько. Купила? Показывай. О, еще что-то прихватила. Там, кстати, у меня было целое, он 90-20. А это, наверное, я, которую половинку купила вчера. А что ты половинку? Буш не было. А не было целое. Это я, наверное, вчера, который купила. Сегодня. У нас нашли что-то было. Да что-то совсем они. Вот видите, сколько продуктов они тут заказывают. Так, это штрудель с яблоком насти купила. А это вот сыр колбасный. Янтарь. Вкусный такой вообще. Классный. Как можно? Если бы тот другой купил, ей бы уже не досталось. Вот так они мало тут заказывают продуктов вообще получают. Получается. Все получается. Все у всех получилось. У всех все получилось? Угу. Конечно. Семейный подряд. Да. Все пришли, звать его не надо. Все бегут, помогают. Да ладно. Вот так все и было. Такие вы это. Вас, вот. Ну, папа, звали. Я тебя одного звала, а тебе стало скучно. Ты решил позвать всех остальных. Нет, Илья сам говорит, что, говорит, помочь. Я говорю, что в телефоне сидеть не могу уже. Я говорю, что хочу помочь. Пришел. Ты кто? Илья. Илья. Смотри. Конечно. Помогает. Ты всегда, когда куда-нибудь уходишь, ему дашь задание, а ему скучно становится, и он всех на кухню зовет. Ты такой, давай, иди, как давай. А зачем вы все паштеты мажете? А с сыром? Я хотел сыром. Да у нас все нет. Сыр, сыр, и кашу. Да, ну, что это? Да нет. Кошмарше. Да вкусно будет? Нет. Явно вкуснее, чем каша. Явно вкуснее, чем без паштета. А они в шоке от каши? Тут еще каша. Кофе. Ну, если не хотите, вот три оставьте себе без паштета. Ну, не мажьте без паштета. Ну, все у вас там. Можно уже кофе? Илья. Так, где мои витамины? Я не воду кашу. Где мои витамины? А это последнее, больше каши не будет. А ну вот папе мы все отдаем. Нет, не надо так, Илья. Что не надо? Папа вообще не беспредельно. А у меня скоро у вас тут происходит. Интрига, интрига. Интрига. Я думаю, пока мне не... Я предлагаю, говорю, меняемся, не глядем. Не глядем. Ты понимаешь, у меня уже, как бы, я на стрессе с утра. Не глядем, не глядем. Вот одно слово меня вот оставили, не глядем. Не глядем, не глядем, как бы, надо подумать. Если машинка, то меняйся. Я уже на стрессе. Машинами? Не глядя. Моя вообще не забудется. Как брелок ее можно пофоткаться около нее. Давай, сколько ждать-то? Ну ладно. Меняемся? Да. Ну все. А теперь чем? Вы открываете все, не глядя. Открываете, соглашайся. Я целый день на стрессе сейчас буду. А на что меняться-то? А мы не знаем, не глядя до ХЗ. А мы уже с покупальники сейчас выйдем. Куда-то она пошла. Ну все, ты попал. Сейчас батя приехал. Сейчас будет. Что-то страшно. Это подстава тещи, я говорю. У нее, кстати, диван неудобный. Сейчас бы шли давай. Я у тебя книжку беру, а ты тебе эту отдалю. А я ее прочитала. Не читай, не прочитала. Могу еще одну дать. Я тут тоже прочитала. Там самое три гостала. Здесь в квартире нет ни журнальчика, никакой книжечки. Будь женский роман читать. Она даже не в 100 лучших моих авторов. У Дарья Данцова-то. Зато рекламу сделали. А там вот прям не три гостала. Там что у тебя? Достоевский. Преступление и наказание. Ну ты смотри, теперь тебе соскать тяжело стало. А тебе полегчало. Тебя много читать? В легкую. В легкую меняешься. Понятно. А не сказать. Я могу другую принести. Там еще одна есть. Сколько там осталось читать? Нет, которая интереснее желательно. А у Юхи книжка тоже с собой есть. О, я, кстати, вам не показывала. Ну, я не буду. Я купила от этого вот бутика. Значит, бутик лавандовый. Они тут приходили в парк Мисхора. Делают продукцию. Купила от агрофирмы Тургеневской. Такой, в общем-то, гидролат для лица. У них еще тут разные гидролаты есть. И я вот один из них взяла с гидролат розы. Есть гидролат лаванды, гидролат шалфея. Сейчас покажу, как выглядит. Интересно. Так вот выглядит этот гидролат розы. От агрофирмы Тургеневская. Что-то, что-то не помню, сколько он стоит. Приходили в парк Мисхор. И вот там, значит, я купила его. Мне он не попадался. Я четвертый раз в Крыму. И каждый раз, ну, это говорю для тех, кто не знает. Каждый раз покупаю косметику. Привожу очень по многу. В этот раз решила вообще ограничиться. И покупать только то, что прям мне вот, ну, как бы захочется. Такое вот то, что я не встречала, то, что я не видела. Вот. И вот как раз-таки взяла именно вот с розой. Использовать можно, получается, как тоник, как увлажнитель для лица, для лица, для области декольте. Потом, значит, есть вот такая фирма «Формула здоровья». И, значит, была такая вот сыворотка именно в ампулах. Там этих ампулок всего лишь 5 было штучек. И они стоили где-то тоже 400 с чем-то рублей. И вот у них новинка вышла именно вот от выпадения. Вообще этой фирмы я тоже вот не покупала «Формулы здоровья». Хотя есть для лица, для рук, для ног. Мне кажется, и шампуни, и что-то еще там много всего. Так. И вот я, значит, решила попробовать вот эту вот новинку. «Аквабиолиз» от выпадения волос. Она в спрей. Можно наносить по длине на корни. В общем-то, вот такая вот штучка. Так, это я купила тоник после бритья «Крымская роза» фирмы. Это на подарочек взяла для мужчины «Увлажняет и бодрит». После бритья называется, хотя это тоник, но это не тоник. Это вот бальзам после бритья именно такой вот в спрее. В прошлом году тоже привозила. В общем-то, его привозили. Понравилось. Его тоже увидела, тоже купила. Вот такой. Потом, мне кажется, что-то я еще вам уже показывала. Тучку я вам показывала. Может, кто пропустил. Это парфюмированная композиция «Мускатель». Очень ароматно пахнет. Можно добавлять на аромоподушечки для белья. Можно делать парфюм с 40 мл. От «Спидершта», используя вот эти вот 5 мл. Продается или вот в такой вот парфюмированной композиции, или более в разбавленном виде. Там 5 мл. со спреем. В общем-то, брала и такой. В самую первую, наверное, свою поездку потом. В прошлом году покупала такой в спрее. В этот раз решила именно, что вот концентрированный. Вот такая вот тоже новая что-то штучка. Недорогая, кстати. Это у нас «Флора». Гиалуроновый гель-концентрат суперувлажнений для всех типов кожи. Это такая вот сыворотка. Потом вам поподробнее расскажу. Но это такая вот, это как небольшого объема. Здесь миллилитров сыворотка для лица. Так. Это я вам показывала с кефи. Для глаз. Вокруг глаз. Ну и еще. А вот такие вот интересные штуки. Это от КНК. Это у нас технология омоложения безинъекционные продукты. Линейка там вообще обширная. Ну и в общем-то то, что меня конкретно вот именно заинтересовало. Ну и в общем-то вот как-то так. Коротко. И откуда эти-то все люди-то? Утром их не было? Наверное, это приезд новый. Еще надо маму искать для нога. Сегодня у нас 35 градусов воздух, а вода 27 градусов влажных, 49. Так. Еще сколько? Первый час. Первый час. Первый час. Время обеда. Время обеда. Здесь санатория Айпетри на лежаках. Эти сводилось сколько? На обед. Полотенце оставляет, чтобы место было занято. И у них как-то волн тут не так. Там вообще у нас вообще большие волшки. Ну вот там обед. И еще один. Пляж большой. Кисунок маленький. Спят. Спят в себе. Кисульки. 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 Маленькие. Кисульки. Дремлет. Кошкин дом здесь, понимаете? Да, по-другому. Кошкин дом. Дом кошек. Ой, мягкий-то какой. Смотрите, вообще. Блошарики. А, блошарики? Нет, не блошарики. Блошарики. Партистка мы. Нет? Ой, потягушки. Красавчик. Потягушки. А ты такой красивый. он такой лежит, да, я такой да, я такой, да, да, говорите обо мне еще говорите, говорите обо мне сегодня, в общем-то, совершили тут с Настей такие покупочки на, сейчас покажу вам купили, были в ювелирном отделе купили в подарок серебряные серьги Насте, ты будешь показывать это у нас красная получается пресня вот такие вот серьги доставай на рукой не очень-то удобно, так мы уже мерили все твои запчасти вот такие вот вот такие вот серьги длинные в подарок на день рождения который у нее скоро будет, но в общем решили здесь, что это купить их такие вот красивые серьги на стены так, ну и я сейчас тоже купила серьги тоже себе на день рождения так, вот такие вот это у нас горный хрусталь вот горный хрусталь завод Невский у нас с горным хрусталем вот такие вот вот такие вот серьги огранка камень вот такая вот красота ну что, вот так вот смотрятся серьги на мне подо все подходит подо все подходит так вот красивущие серьги купили длинные ну а мы обедать пока мы тут магазин ходили Максим хлебушек в яйце пожарил еще не видно красота какая супчик судимся обедать всем приятного аппетита у нас пропажа ложки да ты что кто ее утащил детектива всем детектива кто утащил ложка так нету что нормально она в холодильнике оказалась хранится в надежном месте в холодильнике что, мы тут до магазина соседей прошвырнулись купили туалетную бумагу масло азбука Крыма сливочное молоко джанкой так тут майонез слобода шоколадку так что тут персики помидоры перец картошка кабачки огурцы так ой выпадают огурцы картошка так огурцы вообще не прозволить крупу пшеничную взяли рот макароны лук где-то еще был лук ну и в общем-то вроде как все устали такая жара просто вообще невозможно вечерний ужин все собрались все ждут все в сборе может еще не все рот не макароны не пицца сковороде с колбаской с помидорками сыром курица и будет еще гречка будет уже готова курица и будем это тут варенье зенжира маленько аппетитно гуляли на море сходили прогулялись и курти хочется или каких-то конфет советовали сосачки вкусные смотри жидким соком сосачки на развес купили апельсиновый вишня лимон спасибо что за этот день провели месяц за мной я вас обнимаю крепко говорю вам всем пока пока до новых встреч на моем канале